Мы продолжаем разговор в рамках лекции Атлантические революции, Американская и Французская революции и переходим к четвертому по счету сюжету Франция, эпоха трех Людовиков то что называется Ancien Regime или Старый порядок Сам по себе этот фрагмент, четвертый в общем списке, открывает вторую большую тему данной лекции Отворачиваясь от заокеанских владений, успешно ставших Соединенными Штатами Америки мы переходим к разговору о Великой Французской революции Но сначала, коротко, небольшое вступление Период с середины 17-го по конец 18-го века можно вполне назвать эпохой трех Людовиков эпоха, когда правильный последовательный Людовик 14-й, Людовик 15-й, Людовик 16-й я бы даже сказал, что имеет смысл брать не период с конца правления Людовика 13-го с 1643-го года а начать с первых самостоятельных шагов его сына с начала самостоятельного правления Людовика 14-го, то есть с 1661-го года Прежде чем мы будем говорить о правлении этих королей и о том, чем отмечена каждая из них в истории страны обратите, пожалуйста, внимание на то, что Бог ли позволил, судьба ли так распорядилась но только правили французские короли в 17-м, 18-м веке очень долго Людовику 14-му наследовал даже не то, что не его сын, но даже не его внук наследовал лишь его правнук тот, которому удалось, простите, пережить своего прадеда поскольку и его дед, великий дофин Франции, отец, сын Людовика 14-го и его отец, малый дофин, сын великого дофина и внук Людовика 14-го умерли при жизни этого короля солнца Соответственно, сам Людовик 15-й тоже правит достаточно долго с 1715-го по 1774-й год то есть 59 лет он возглавляет страну и ему наследует его внук поскольку его сын и наследник тоже умирает, не дождавшись очереди к наследству лишь с правлением Людовика 16-го череда правителей и их сроки правления становится разительно короче хотя и не сказать, чтобы это добавляло много радости дальше будут править три брата подряд Людовик 16-й, Людовик 18-й, Карл 10-й при этом между Людовиком 16-м и Людовиком 18-м проляжет страшный раздел как раз Великая Французская Революция и затем правление Наполеона Бонапарта но об этом мы еще поговорим отдельно Итак, век Людовика 14-го практически сразу после смерти своего всесильного первого министра кардинала Мазарини Людовик 14-й принимает решение упразднить должность первого министра не то, чтобы Мазарини или предшествовавшие ему Ришелье были плохи наоборот, они были слишком сильны настолько, что они доминировали над своими королями Ришелье был фактическим правителем Франции при Людовике 13-м Мазарини практически возглавлял государство в малолетстве Людовика 14-го вслед за этим реорганизуется малый или его еще называют узкий совет при короле он распускается для начала а затем Людовик подбирает туда трех человек причем подбирает он каждого знает лично первый это финансист Фуке он пробудет в составе совета очень недолго Фуке будет собственно введен в совет в начале года а пробудет там до сентября когда он будет арестован в связи с по сфабрикованному обвинению и против него начнется очень длинный процесс а его место займет Жан-Батист Кольбер ученик Фуке один из тех кто сфабриковал обвинения против учителя гениальный финансист и очень талантливый администратор как мы увидим дальше помимо него туда войдут маркиз Летелье и Делеон Делеон будет отвечать за министерство иностранных дел Летелье будет отвечать за армию хотя в основном реформы Людовика XIV я имею ввиду военная реформа будет связана не с именем Летелье отца а с именем его сына Летелье маркиза об этом еще скажу два слова потом основное же наполнение правления Людовика XIV это конечно в социально-экономической сфере это конечно же реформы Жан-Батиста Кольбера во-первых это реформы интендантов здесь стоит отметить несколько моментов сильно урезаются их потестарные функции властные их контроль над судьями их возможность влиять на судопроизводство зато расширяются фискальные полномочия то есть им передается полностью сбор налогов в подведомственных им регионах и что еще помимо этого опека над городами сельскими общинами забота о развитии мануфактур то есть интендант становится по сути главой региона таким вот знаете хозяйственником при этом у интенданта благодаря Кольберу появляется еще одна очень любопытная обязанность за которую конечно ему должны быть безумно признательны историки не только но историки прежде всего интендантам поручено собирать информацию о социально-экономической и демографической ситуации на местах и составлять аналитические записки которые передавать выше суперинтенданту главе службы интенданта соответственно на основе этих записок разрабатывались планы перераспределения финансов планы реорганизации хозяйства ну и так далее и так далее и так далее второе что делает Кольбер он начинает кампанию против ложных дворян в годы правления Людовика 13 и в годы фронта последовавшая за ним очень большое количество людей во Франции покупали себе дворянство аннаблировались при этом зачастую при этом аннаблирование могло происходить за деньги могло рядом других способов там был целый спектр вариантов того как можно стать дворянином почему это так важно стать дворянином дворяне не платили налога даже если вы очень бедный дворянин даже если вы ну вот как давайте вспомним Д'Артаньяна да Д'Артаньяна отца вот даже если вы бедный гасконский дворянин у вас единственный двор и в том понимаете корова просется то есть вы внешне нечем не отличаетесь от крестьянина а иной горожанин побогаче вас будет но при этом горожанин и крестьянин платят налоги а вы не платите вот Кольбер с целью расширения базы налогоплательщиков разворачивает компанию по отмене по отзыву вот этих анаблирований выданных в период до конца 50-х годов включительно под удар попадают несколько тысяч а может и несколько десятков тысяч даже семей параллельно Кольбер выдвигает проект серьезной социальной реформы здесь многие вещи звучат знакомо для нас и до жути злободневно поощрение торговцев военных и ремесленников сокращение юристов финансистов монахов важная черта кодификация права и системы мер и весов что удается сделать удается унифицировать весы и меры удается унифицировать судебную процедуру по гражданским уголовным делам удается установить регламент пользования публичными благами а именно водами или сами королевства удается создать целый ряд торговых компаний все это на слайде не удается сократить численность выше названных финансистов юристов и монахов не удается совсем не удается провести кодификацию права забегая вперед такую реформу удастся сделать только Наполеон Абонапарту и его соратникам собственно даже унификация мер и весов которые вроде бы он проводит не получает нужного эффекта и вскоре после смерти Кальбера сходит на нет это тоже придется делать потом уже в годы французской революции собственно что говорить о мерных и весах Кальберу не удается справиться не удается справиться даже с устранением внутренних таможенных внутренних таможен внутренних то есть таможен регулирующих переход из одного региона Франции переход перевоз товара из одного региона Франции в другой такие таможни держали частные люди или чиновники вполне конкретные чиновники и доход с этих таможен шел не в государственную казну а в частные руки пока таможни находились в частных руках и пока они Главное, это были внутренние таможни, затруднявшие торговлю внутри государства. Очевидно, что говорить о полной унификации меры весов и даже о полной и успешной унификации денежной системы было толком невозможно. Помимо этого, что еще в области внутренней политики отмечается у Людовика XIV? Можно вспомнить, что он ненавидел Гугенотов, отменил Нанский Эдикт в 1685 году. Я напомню, Нанский Эдикт принят Генрихом IV Наварским в 1598 году. Знаменитый Эдикт о веротерпимости. Здесь он отменен. Открытых репрессий против Гугенотов Людовик не разворачивал, но появились, скажем, предложенные, кстати, маркизам де Лууа, так называемые драгонады. Размещение у Гугенотов на обязательное основание размещение на постой у Гугенотов драгун, которым постойные деньги требовались совершенно огромные. То есть размещение драгун на постоянный постой с гарантией, практически с полной гарантией разоряло любого представителя того, что можно назвать средним классом. Во внешней политике Людовик был очень во многом удачлив, и его внешняя политика была завязана на два государства, на самом деле, на Испанию и на Нидерланды во многом. Вот смотрите, все определило то, что когда закончилась еще в годы его юности франко-испанская война 35-59 годов, в качестве меры, закрепляющей мир, был заключен брак Людовика XIV с Марией Терезией Австрийской, дочерью Филиппа IV Испанского и двоюродной сестрой Людовика. Они приходились друг кузенами по двум линиям сразу, и по линии Людовика, и по линии самой Марии Терезией. За Марией Терезией Филипп IV обещал дать огромное приданное, ну как полагается. Но Испания находилась в тяжелейшем экономическом кризисе, и приданного Людовик XIV так и не увидел. Собственно, Испания несколько раз объявляла о государственном банкротстве, да, в второй половине XVII века. Приданного Людовик XIV так и не увидел, и отсутствие Приданного стало прямой причиной, скажем, деволюционной войны. Войны за возвращение, дословно, да. Косвенной причиной Голландской войны стало все то же приданное Марии Терезии из рода Гарсбургов. Вот, девятилетняя война, ну и, наконец, война за испанское наследство. Вот здесь немножко другое. Война за испанское наследство, когда в Испании пресеклась династия Гарсбургов со смертью Карлоса II, Людовик XIV использовал все доступные ему способы, чтобы посадить на испанский трон, надо сказать, ему это удалось, своего внука, вот, Филиппа Орлеанского, испанского короля Филиппа V из династии Бурбонов, и родоначальника на испанском троне, той династии, к которой принадлежит нынешний король Филиппе VI. Вот, и другое дело, что в занятии испанского трона был заинтересован далеко не только Людовик XIV, что и вызвало вот эту вот длительную, разорительную для нескольких стран войну за испанское наследство, последнюю войну, в которой участвовал Людовик XIV. При его правнуке, стало быть, Людовике XV, ситуация сложилась парадоксально. С одной стороны, внутренняя политика радовала взгляд. Экономическое благополучие, стабильность впервые за много лет Франция чеканила полновесную золотую монету, и это продолжалось все правлению Людовика XV. С другой стороны, Людовик XV, этот, стало быть, возлюбленный король, как его звали, был катастрофически неудачен во внешней политике. Это просто вот эталон какой-то неудачности. Война за польское наследство, в которую он ввязался из-за, стало быть, отца своей жены, Война за польское наследство проиграна, война за австрийское наследство формально выиграна, но Франция не получила от нее вообще ничего. Все блага получила Пруссия, чем неоднократно попрекали Людовик XV и его подданные. Наконец, Семилетняя война окончилась совершеннейшим крахом. Мы об этом отчасти говорили в прошлом эпизоде. В результате Семилетней войны Франция теряет все свои колонии в Новом Свете, практически все территории колониальные в Индии, и де-факто на этом Франция заканчивается как колониальная империя. Это все влечет за собой подрывы боевого духа и военной, и военно-морской мощи. Внук Людовик XV и Людовик XVI приходят к власти как король-реформатор. Он очень многое хочет сделать. Он человек просвещения, не самый способный, не самый деятельный, но вполне благонамеренный король, будем честны. Здесь можно выделить три министерства, на которых я очень коротко остановлюсь. Министерство Анн-Робер Жака Тюрго, он перед вами, который министр-физиократ, один из талантливейших экономистов своего века. Смотрите, ввод бумажных денег, отмена хлебной монополии короны, упразднение цехов, реформа общественного транспорта, создание сети дилижансов, публичной сети, связывающей города. Да, Тюрго вплотную подходит к упразднению таможни, внутренних таможен, я имею в виду, Тюрго вплотную подходит к реорганизации налогов, и могло бы все сложиться по-другому. Да, но распорядилась природа. Плохие урожаи 1974-1975 годов, взлет цен на хлеб, хлебные бунты, в случившемся обвиняют министра, и слабый, повторюсь, не самый плохой, но слабый король, слабовольный, уступает давлению, отправляя Тюрго в отставку. Через несколько лет очень похожая история повторится с Шарлем Александром де Колонном. Здесь, правда, все кончится быстрее. Колонн выступит перед собранием на таблии королевства с предложениями реформы. Отменить внутренние таможни, уменьшить подушевой налог талью, заменить трудовую повинность чуфеодальную денежными выплатами, да, и ввести единый поземельный налог, который будет распространяться на все королевство. Реакция собрания на таблии США, да, однозначно. Министра отправить в отставку требуют они у короля, и король опять идет на поводу. Наконец, еще один министр, это Жак Неккер. Здесь я остановлюсь только на одном. Неккер предлагает королю созвать Генеральные Штаты. Впервые за много лет, когда они не созывались, снова созвать Генеральные Штаты. И Неккер подсказывает Людовику очень важный пункт. Увеличить вдвое представительство третьего сословия в Генеральных Штатах. Людовик делает это, но опять ограничивается полумерой. Он не делает до конца еще одного шага, который станет роковым, на самом деле, не сделанный шаг. Он увеличивает вдвое количество представителей третьего сословия в этом созыве Генеральных Штатов, но он оставляет без перемены принцип голосования. Голосовать члены Генеральных Штатов по-прежнему должны посословно. Одно сословие, один голос. И таким образом численное превосходство депутатов от третьего сословия не имеет в этой ситуации никакого значения. Но дело сделано, Генеральные Штаты созваны. И о том, что получилось, мы поговорим в следующем эпизоде лекции. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok